В 2016 году Казахстан отметил 25-летний юбилей своей независимости. Кокшитао, как и вся страна, встретил эту дату успешной реализации инновационных программ, добрыми делами и важными социальными проектами. Кокшитао был основан в 1824 году. В Музее истории города собраны уникальные материалы, проливающие свет на разные этапы его развития. Далекая история, бурные революционные события, годы сталинских репрессий, военный период покорения целины, конец 20-го и начало 21-го века – все оживает для посетителей музея, расположенного в бывшем доме Валериана Куйбышева, на улице Канайби. С появлением музея «История города Кокшитал», история города стала доступна для наших жителей и гостей города. Очень интересно для молодого подрастающего поколения, потому что очень многие, в принципе, особо не знали историю города, кроме, возможно, даты его основания. На земле, где когда-то кочевали родственники Шакана Валиханова, сегодня раскинулся красивый, современный город. Ровные, прямые улицы с просторными тротуарами и зелеными насаждениями. По дорогам непрерывными потоками идут автомобили. Везде заметна большая работа по благоустройству. Реконструируются дома. Возводятся новые здания, многие из которых стали украшением областного центра. Среди них центральная мечеть, дом дружбы с рекреационной зоной, восстановлена аллея славы. Обновлен и реконструирован городской парк с тенистыми аллеями и прекрасными фонтанами. Появляются новые памятники, такие, к примеру, как стелла, посвященная героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. К ней приходят те, кто выжил после страшных дней, проведенных в радиационной зоне. Город знает и помнит своих героев, потомки которых создают новую историю на этой земле. Аким Ахмолинской области Сергей Кулагин не кабинетный работник. Большую часть времени он проводит в рабочих поездках, общении с людьми. Поэтому хорошо знает все проблемы и поэтапно решает их. Особое внимание Сергей Витальевич уделяет областному центру. Ведь Кокшетау – визитная карточка Сенегории. С мая текущего года проводились масштабные работы по ремонту улицы Копцевича. Это очень важная городская магистраль. На улице много школ, других учебных заведений. Ремонт улицы позволил разгрузить соседние Ауэльбеково, Ауэзово, Абай. Объем работы огромный, но подрядчик располагал всем необходимым для ее выполнения. Мы располагаем большой материально-технической базой, имеем два асфальтобетонных завода, основную дорожестроительную технику, также она у нас в собственности – это асфальтоукладчики, асфальтовые катки, автогрейдер. Капитально отремонтировано дорожное полотно. Обустроены парковочные зоны, устроены водоотводные лотки, новые тротуары, одностороннее уличное освещение. Установлены светофоры, газоны, засеянные травой и произведена посадка деревьев. Первый ряд – идут большие деревья, которые идут в домах. То есть это могут быть клены, это могут быть какие-то поля, могут быть березы. Второй ряд – идут дичка, яблоки. Как было задумано у нас на вокзале улицы, как мы сейчас сделали по Горьково. Поэтому надо сразу запланировать, чтобы они не делали лишнюю работу. Всего в 2016 году на текущий ямочный ремонт дорог и улиц в Кокшетау была выделена значительная сумма. Асфальт появился даже там, где его никогда не было. Позитивные преобразования коснулись не только центра, но и городских окраин. В Красноярском сельском округе, где проживает около 12 тысяч человек, был построен и введен в действие очень важный объект. Блочно-модульная котельная. Средства на её строительство выделены из Национального фонда по программе Нурлыжоу. К котельной подключены 92 объекта, 16 многоквартирных жилых домов, 10 объектов социально-культурного назначения, 60 частных жилых домов и другие. Давай вместе. Давайте вместе. На встрече с жителями Красного Яра Кимобласти Сергей Кулагин отметил отличную работу строителей и тех, кто занимался работами по благоустройству села. Я всегда завидовала городским, что они живут в тепле, в красоте. Эта красота пришла к нам. Теперь пусть они нам завидуют. Большое вам спасибо и за другие объекты. Мы всё это видим, всё слышим, как вы работаете, как ваша команда работает. Только одно хочу пожелать вам здоровья. Для этого надо большое крепкое здоровье и успех. Спасибо вам от всех афганцев, от всех, кто там проживает, за содействие вам, выделили средства нам. Спасибо. В рамках государственно-частного партнёрства в Красном Яре активными темпами идёт восстановление трёх жилых домов, которые долгое время оставались бесхозными и приходили в негодность. Приятное впечатление, несмотря на проливную дождь, оставила и центральная площадь села Красный Яр, где был проведён целый комплекс работ по благоустройству. Площадь заасфальтирована, разбиты клумбы, высажены цветы, установлены бордюры, освещение, парковые скамейки. Заработали фонтаны с подсветкой. А вот дому культуры местная реконструкция ещё только предстоит. Разработана проектно-сметная документация, решается вопрос с финансированием. Радостным и значительным событием для красноярцев стало открытие нового детского сада «Мансур» на 140 мест. За короткий срок заброшенное здание, где оставались лишь голые стены, было преобразовано в красивый и уютный дом, куда уже с удовольствием ходят дети. Много сил и труда вложил в этот проект предприниматель из Кокшитау. Во всём его поддерживали городские власти, а работали на объекте местные строители. Они дали нам здание в доверительное управление в рамках программы государственного частного партнёрства, помогли также с инженерными сетями. Поэтому помощь оказали очень большую. Мы сильно благодарны Акиму области, Сергею Витальевичу. Благодаря им мы выставили, выдержали и сделали это. В детском саду всё предусмотрено для полноценного образования, физического и эстетического воспитания детей. Учреждение предназначено для семей, имеющих средний доход. Здесь оснащённая база, уютные спальные комнаты, очень хорошо здесь кормят, подбор кадров великолепен, воспитатели, да, что на казахском языке, что на русском языке, допустим, с русским языком обучения. Вопросами выбора мебели, игрушек, внутреннего и внешнего дизайна занималась супруга Жасулана. И получилась разноцветная сказка под названием «Мансур» в честь сына, который тоже будет ходить в этот детский сад. Радуется душа, радуется сердце, радуется глаз, радуются наши внуки. И мне бы хотелось поздравить с таким замечательным днём открытия второго садика в нашем Красном Яре. Вообще радуется душа за наш город, кругом цветы. Ну, красотища, даже слов не хватает, чтобы подобрать, чтобы выразить свою радость, свою благодарность, свою гордость за всё то, что делается нашими руководителями и людьми. Потребность в детских дошкольных учреждениях постоянно растёт. Накануне нового учебного года в микрорайоне Коктем был открыт детский сад на 280 мест под таким же названием. На церемонию открытия была приглашена вся педагогическая общественность. Гости остались очень довольны увиденным. Прекрасно оборудованные игровые классные комнаты, уютные спальни, столовые и прачечные комплексы, медицинский блок. Всё новое, красивое, всё для наших детей. Этот детский сад построен на деньги, выделенные из Национального фонда по республиканской программе Нарлужов. На сегодняшний день детский сад готов принимать 280 дошкольников, трудоустроено 80 человек, из них 24 будут воспитатели. Мы пригласили руководство области, руководство города, всех наших родителей и, самое главное, наших маленьких малышей. Они сегодня пришли торжественные, нарядные, потому что открывается такой замечательный садик, который называется Коктем. Главный признак развития любого города – интенсивное строительство новых объектов и особенно жилья. Сегодня в Кокшетау строят много. Новый микрорайон СРРК позволит обеспечить население жильём по программе развития регионов до 2020 года. И в первую очередь малообеспеченных, инвалидов, сирот и работников – бюджетные сферы. Параллельно со строительством здесь ведётся поэтапное благоустройство. В последнее время город опять прекрасно строится. Город каждым годом хорошеет. Нам, жильцам, как считаю, очень приятно. Строятся школы, детские сады, возводятся новые микрорайоны. Много зелени, много насаждений, много цветов высаживается. Ежедневно в 6 часов утра поливают, улицы моют. Нам это очень приятно. Изменения, лучшую сторону связываю с работой нашего руководства. В преддверии юбилея независимости, накануне дня первого президента, 45 семей получили ключи от квартир в новом городском микрорайоне СРРК. Несмотря на плохую погоду, людей собралось немало. Здесь и новосёлы с друзьями, и родственниками, депутаты областного и городского маслехатов, представители общественных организаций, средства массовой информации. Настроение у всех прекрасное, поистине праздничное. С простыми и сердечными словами обратился к своим землякам Аким области Сергей Кулагин. Добрый день, мои земляки. Сегодня у нас такой день открытий. У нас будет много объектов, которые мы посетим. Новые объекты будем открывать. Ну и естественно, конечно, самое главное в жизни человека – это когда человек рождается. Это второе событие, когда человек получает свою квартиру. Ключи от квартир были вручены семье ветерана Великой Отечественной войны, детям-сиротам, молодым семьям, вкладчикам по программе «Жилстройсбережение» и другим. Поздравляю тебя с души. Удачи, счастья. 21 дом построен и сдан в эксплуатацию в этом микрорайоне. Эта работа будет продолжена, и скоро новые очередные счастливцы получат ключи от новых квартир. От всей нашей семьи хочу поблагодарить вас за поддержку молодых семей. Всех с наступающими праздниками. Пусть в каждой семье будет благополучие и достаток. Сергей Витальевич и сопровождающие его лица посетили квартиры новоселов, поздравили их хозяев и вручили памятные подарки и сувениры. Квартиры сделаны на совесть. Заходи и живи. Даже без ремонта на первых парах можно обойтись. В Кокшитау продолжается реализация перспективного международного проекта для аграрного сектора республики. Казахстанская агроинновационная корпорация наращивает мощности по производству сельскохозяйственной техники. Второе направление деятельности – оптовая торговля сельскохозяйственным оборудованием и запасными частями. Преса собираем. То есть мы кое-что сами делаем, кое-что-то спорка. Это уже наш производство. Партнерами КАИК являются белорусские, российские, украинские предприятия. Такая кооперация выгодна для стран Евразийского экономического союза и служит укреплению экономических связей. А для Кокшитау – это рабочие места и налоговые поступления в бюджет. Я специально приехал вас поздравить с Днём первого президента. Почему? Потому что он открывал это предприятие. И надеюсь, вы помните об этом, да? Поэтому давайте поздравим президента, поздравляем вас, удачи вам, счастья, здоровья. И чтобы наши предприятия всегда работали рентабельно. Международная кооперация имеет большое и экономическое, и политическое значение. Об этом говорит и визит в Кокшитау президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева 23 сентября этого года. В аэропорту его встречали Акимы Акмолинской области Сергей Кулагин, Аким города Кокшитау Ермек Маржикпаев, другие официальные лица. В деловой маршрут президента было включено посещение именно Казахстанской агроинновационной корпорации, так как её деятельность имеет особое значение для развития экономического партнёрства в рамках Евразийского экономического союза. Знакомство с производством, живое, неформальное общение с рабочими. И вот президента приветствуют в зале представителя Акмолинской трудовой и политической общественности. Говоря о задачах, стоящих перед казахстанцами на ближайшие годы, Нурсултан Абишевич отметил и успехи, которых Казахстан достиг за 25 лет независимости. То, что мы сделали за 25 лет, другие государства, столетия населения. Я считаю, что казахстанцы, так, как сейчас, никогда не жили. Произошли кардинальные изменения во всех сферах жизни нашего народа. На совещании выступили руководители крупнейших предприятий Акмолинской области, ветераны. Герои труда, прославленные спортсмены, а Аким области Сергей Кулагин от всех Кокшитаусов поблагодарил президента за то, что он сохранил этот город и придал ему статус областного центра. Вам от всех Кокшитаусов, от Борисов, большое спасибо, что тогда было принято мудрое решение, которое позволило сохранить этот прекрасный край и его центры. Спасибо. Это самый красивый регион, а Аккшитау – самый красивый город, отметил Нурсултан Абишевич. Он призвал бизнесменов активнее включаться в строительство дорог, ремонт школ, больниц, активнее помогать государству решать экономические и социальные проблемы на местах. Кокшитау ожидает новый виток развития, и в этой большой работе успех придет только если работать сообща. И вот столичная область должна показывать во всем примеры. Мы все помним в сложные времена, когда закрывались предприятия, Кокшитау сам замерзал. Помните, да? Я присылал одного Акима за другим, пока мы раскачали ТЭЦ. В каком состоянии Кокшитау? Я восстановил областный центр для Кокшитау специально, чтобы он статус не потерял. И вот за такими большими достижениями, сухими цифрами стоит труд всех казахстанцев. И самое главное – мы свою жизнь строим на главном фундаменте мира и согласия. Осенью этого года заработал новый завод по производству алкогольной продукции Grand Royal Bottlers. Это чистое современное производство с использованием итальянского оборудования на линии розлива. Проектная мощность завода – до 1 миллиона бутылок в год. Пока это только водка двух наименований – «Парламент» и «Белая лошадь». Образцы были представлены на дегустационном столе. На предприятии работает около 70 человек. Это новые предприятия, это новые рабочие места, это зарплата, это благополучие семьи, это бюджет, это будет городообразующим предприятием. Гигант пищевой промышленности областного центра «Акционерное общество Кокшитау Минводы». В 2016 году завершил модернизацию завода и открыл новую линию по розливу безалкогольной продукции. Кристально чистая вода из природного источника, не потеряв своих лучших качеств, попадает на стол потребителей. Коллектив завода доволен стабильностью работы своего предприятия. Во время короткой встречи состоялся обмен мнениями между заводчанами и гостями. В этом году мы запускаем 98 предприятий, и из них по карте индустриализации получается, что мы запустим 20 предприятий. Один из крупнейших, конечно, это был ваше предприятие, КАИ, но самое крупное предприятие, это будет запуск цементного завода. Стоимость этого удовольствия, так скажем, почти 60 миллиардов тенге, 2 миллиона тонн цемента в год. Все, что мы можем делать, мы делаем. Вот за этот год мы смогли увеличить нашу продукцию, а наш оборот порядка на 20-25%. Мы проявили полный рестайлинг всех наших брендов. Мы ввели в эксплуатацию вот этот новый цех, который в два раза теперь больше мы можем производить продукции. Также, кстати, этот цех, он не мог быть введен в эксплуатацию, мы не получили бы финансирование без поддержки, без рекомендации вас, потому что мы получили это по линии Банка развития Казахстана. В ноябре состоялось открытие в Кокшетал еще одного предприятия – завода по переработке молока и сыра «Натиже». Здесь выпускают 45 наименований молочной продукции – молоко, йогурт, айран, кисломолочный напиток «Снежок», сыры твердые и копченые, творог, йогурт и многое другое. Гости, посетившие предприятие, имели возможность продегустировать часть продукции и дать ей свою потребительскую оценку. Очередной детский сад «Мирас» на 240 мест был открыт в поселке Застанционный. На его строительство из областного бюджета было выделено более 500 миллионов тенге. По традиции неравнодушные кокшетаусцы превратили церемонию открытия в настоящий праздник. В этом, конечно, углу не было хорошего детского сада. И, конечно же, мы очень рады, что у нас получилось, я здесь неоднократно, конечно, бывал, получилось неплохое такое произведение искусств для детей. Детский сад «Мирас» рассчитан на 7 групп с государственным языком обучения и 4 русскоязычные. Есть одна санаторная группа. Учтены все интересы и детей, и родителей. Благодаря вам наши дети получили возможность воспитываться в этом прекрасном детском саду. В преддверии празднования Дня Первого Президента и 25-летия Республики Казахстан хочется поздравить вас с этими замечательными событиями в истории нашей страны и пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в работе. Спасибо. Как повезло сегодня малышам, которые будут ходить в этот детский сад. «Мирас» – это просто дворец. Здесь созданы прекрасные условия для пребывания дошкольников и их полноценного образования и воспитания. Жизнь продолжается. Как Шатау заметает белым снегом, а его жители готовятся к новым приятным событиям – встрече Нового года. Улицы украшены разноцветными растяжками, цветными инсталляциями, елки, снежинки, смешные важные снегири. Переливаются огромные, будто хрустальные шары, рассыпает искры, световой фонтан, таинственно мерцает подсветка жилых домов и общественных зданий. Новый год – сказочный праздник спешит нам навстречу. Пусть он будет для Кокшетау и его жителей таким же успешным, светлым и мирным, как и предшествующие 25 лет независимости свободного Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok